Дал Бог зайку, даст и лужайку. Это точно не про семью Шелиховых. У Алексея и Инны четверо детей. Старшему ребенку 22, младшему 2 года. Несколько лет многодетная семья стоит в мифической очереди на земельный участок. И супруга даже она ходила туда, по земельным участкам, где она приходила. Я даже отца своего отправлял, он мне ветеран войны, живой, и он приходил туда, но ему ничего не отвечали. Таких больших семей в крае более 27 тысяч. По закону им, а также бюджетникам, положен земельный участок из региональной собственности. И с этим в Алтайском крае возникают проблемы. Насколько нам известно, за последние несколько лет было выдано совершенно, может быть, несколько земельных участков. Кто-то стоит в очереди с 2013 года, с 2014 года, кто-то называет номера очередей 6 тысяч какой-то, 7 тысяч какой-то. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, надо рожать и рожать, чтобы чиновники тебя заметили, шутит Любовь Прошкина. Женщина руководит Центром развития института семьи. Традиционной очереди на жилье она предлагает альтернативу, возврат к кооперативам. Мы за 2 года, граждане, организовали 6 кооперативов, которые в себе объединили около полутора тысяч семей. Они сдвинули этот вопрос. Не стоять просто в очереди региональной, там 6 тысяч пятые, а сами вышли из этой очереди, вошли в эту программу. Под программу Любовь Прошкина подразумевает новый межрегиональный проект «Современные возможные улучшения жилищных условий». Правда, в нем есть одно «но». Если участок, который семьи получают бесплатно в рамках регионального закона, можно продать, новый проект предполагает сначала отстроить дом и уже потом распоряжаться землей по своему усмотрению. Есть еще одна деталь. Не каждая семья потянет возведение дома с нуля. Тем более, если на участке даже не проложены коммуникации. Поэтому тем, кто встает на этот путь, стоит подумать об ипотечном кредитовании, советуют эксперты. Семья Шелихова готова пойти и на такой шаг, лишь бы в их будущем доме каждый день все собирались за большим столом. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости.